Добрый вечер, меня зовут Ксения Фрик и это программа Журсовет. Здесь журналисты задают вопрос, которым действительно интересным. Сегодня вместе со мной мои коллеги, это Ирина Сырцева и Анастасия Шерстнёва. Сегодня православные верующие празднуют крещение. По традиции в этот день, а точнее в ночь, принято окунаться в купель и набирать святую воду. Каждый год медики дают рекомендации кировчанам, как не получить обморожение и как правильно это делать. Сегодня ответы на эти вопросы попытается дать Марина Копусова, специалист Центра медицинской профилактики. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, как нужно готовиться к крещению и существуют ли какие-то противопоказания? Однозначно противопоказаний очень много, их достаточно. И стоит напомнить, что по мнению большинства священнослужителей, окунание в Иорда не является обязательным обрядом именно для верующих людей, для тех, которые считают это необходимым. Поэтому я думаю, что многих даже это может остановить. Если мы озвучиваем медицинскую точку зрения, мы говорим о тех категориях граждан, которым не стоит это делать. Во-первых, это возрастные ограничения, это дети и пожилые люди. То есть те граждане, у которых несовершенные терморегуляционные уже процессы, соответственно, риск осложнений и заболеваний у них гораздо выше. И риск переохлаждения, допустим. То есть лучше с 18 лет. Да, лучше пусть это будут взрослые люди, которые несут ответственность за и понимают последствия своего поведения. Далее, это наличие заболеваний. Любые неинфекционные заболевания, мы понимаем, что это хроническая патология. Соответственно, окунание в холодную, в ледяную воду, это большой стресс для организма, термический шок. Поэтому это риск обострения этой хронической патологии. То есть даже если человек себя чувствовал хорошо, но у него есть, допустим, диагноз сахарный диабет, мы можем предполагать, что будут возможные осложнения. Я перечислю те категории заболеваний, с которыми не стоит, опять же, окунаться в купель. Это сердечно-сосудистая патология. И не только артериальная гипертония, но и атеросклероз, допустим, аритмия и так далее. Это эндокринные заболевания, это заболевания мочеполовой сферы, это заболевания бронхолегочного характера, заболевания кожи, заболевания глаз, психические заболевания. Ну и добавлю сюда, что если есть любые заболевания хронического течения, мы можем предполагать, что возможно осложнение. То есть получается полностью здоровый человек должен быть? Это должен быть человек, который считает себя абсолютно здоровым. Они считать могут, а могут ведь не знать просто о каких-то болезнях. Объективно, да, мы можем о себе чего-то не знать, абсолютно верно. И плюс, если мы себя чувствуем сегодня, неважно. То есть любой человек, он может быть в состоянии стресса накануне крещения, допустим, и так далее. То есть накануне уже произошла какая-то респираторная инфекция, то есть инфекционное заболевание началось и так далее. Если нет настроя психологического, то человек не готов. То есть еще есть много-много факторов, которые люди должны остановить. А как-то можно подготовиться, вот вы говорите, психологически, это как, самовнушение? Сейчас будет холодно? Ну, владея информацией, мы уже каким-то образом готовимся, да. То есть правильная подготовка — это соблюдение таких несложных правил, скажем так, для того, чтобы избежать риска переохлаждения. То есть риск, он есть переохладиться, но тем не менее, если человек, опять-таки, считает себя здоровым, да, если он закаливался накануне, то есть этот человек подготовлен, его адаптационные механизмы, они будут готовы к окунанию, да, в холодную воду. Вот, и если он готов, то есть находится в хорошем расположении духа, скажем так, да, готов к этому обряду, считает это необходимым, тогда мы будем озвучивать какие-то несложные правила. А как нужно готовиться, вот вы говорите, как-то себя закаливать нужно перед тем, как погружаться в воду или заранее? Вы сказали, что накануне, да, нужно закаливать? Нет, если мы говорим о закаленном организме, то, конечно, это нужно делать заранее. За сколько? За год, за два или за месяц хватит? Ну, это минимум полгода, то есть начинать нужно в теплое время, да, допустим, в летний период мы уже начинаем проводить какие-то закаливающие мероприятия. А какие это мероприятия? Какие, вот, если на примерах? Ну, закаливаться есть и воздушное закаливание, допустим, прогулки, да, На воздухе, в солнечной ванной есть водное закаливание, это и обтирание, и окунание, просто ванночки для ног, душ холодный и так далее. Но тут два принципа важны, это регулярность и постепенность. Поэтому начинаем с теплых температур и постепенно, постепенно. Существует мнение, что вообще окунаться в прорубь или в купель способны только моржи. Вот обычный человек, любой даже здоровый, уже не способен на это и не рекомендуется. К слову, как стать моржом, разговаривал, все, наверное, знают, Виктор Бикинеев, у нас известный, да, самый известный, пожалуй, морж. Он как раз рассказывал, как закаливаться, выходишь на балкон зимой и опрыскиваешь себя из пульверизатора. Самое главное, после этого обязательно очень хорошо обтереться. И, собственно, там сколько-то таких процедур, уже можно потихонечку начинать опускаться в прорубь. Несмотря на рекомендации медиков, мне кажется, каждый год очень большое количество жителей города собираются у Трифонового монастыря, устраиваются очереди и за водой, и в купель. Вот в этот раз готовы две официальные купели, это на территории Трифонового монастыря и на милицейской 2А. Это список, который предоставила Вятская епархия. Возможно, этих мест больше. В городе Кирове, я могу сказать, как редактор, который, собственно, собирал информацию, в том числе выпуски, официальных купелей всего две. Официальными их называют епархии, потому что там будут проводиться богослужения во время непосредственно омовения, и там будут дежурить медики и спасатели МЧС. Все остальные купели, я так понимаю, что там люди могут окунуться в святую воду самостоятельно. При этом, да, как Вы уже сказали, священнослужители утверждают, что необязательно окунаться, возможно, просто испробовать воду или как-то обтираться. Давайте послушаем сейчас мнение церкви. У нас есть небольшой комментарий. Купание – это такая наша руссконародная традиция, когда мы, чтобы всем своим естеством прикоснуться к благодати святой воды, окунаемся для того, чтобы эта благодать подействовала на всего нашего человека. Поэтому, если у кого-то нет возможности по здоровью прийти, то можно дома умыться, либо дома облиться в это время водой святой. В этот день вся вода, она принимает, как бы, скажем, благодать Божию, становится такой особой святыней, которую мы называем Великой Агиасмой. И потом в течение всего года мы кропим все наши дома, освящаем наши вещи, и каждый день по утрам пьем поглоточку святой воды, чтобы благодать Божия касалась наших сердец. И мы, продолжая праздник Рождества, праздник Святки, становились лучше, чище и добрее. — Причем, как утверждает церковь, даже водопроводная вода в ночь крещения приобретает какие-то чудодейственные свойства и тоже становится святой. Как вы разделяете это мнение? Может быть, были под какие-то уже случаи? — Очень интересно. Говорят, что святая вода, опять-таки, по мнению церкви, обладает способностью исцеления больных. Поэтому, собственно, она и называется святая вода. И, например, Серафим Веридский, приходивший к ему больным, советовал принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час. Тогда ты почувствуешь исцеление, тебе станет сразу лучше значительно, как будто бы, и действительно ты вообще забегаешь, если у тебя какие-то были, предположим, простуды. Все через неделю, через день ты здоров, через неделю и так быстро вылечится. А Иоанн Златоуст писал, что святая вода имеет свойство сохранять свежесть в течение длительного времени. Вот здесь, мне кажется, Ирина может с этим поспорить. Да, Ирина, ты не с пустыми руками пришла. Да, я пришла не с пустыми руками, но у меня два, так скажем, момента отношения моего к святой воде. Мне кажется, чисто на мой взгляд, вообще святая вода и вся вера и прочее, это какая-то психосоматика, наверное, вот эти исцеления. Потому что человек, если хочет верить и хочет, чтобы что-то произошло, он как-то, наверное, сам запускает какие-то процессы в своем организме для того, чтобы что-то случилось. Не знаю, самовнушение или нет, но во всяком случае, когда у меня сильно болели колени, и в одном из монастырей нашей страны я попробовала воду святую, попила ее месяц, как мне советовали священники. Ну, действительно, помогло. Не знаю, хочу сплюнуть, но, возможно, это будет не совсем по-православному. Вот, ну, как-то так. А с другой стороны, два года назад мои коллеги набирали святую воду у нас в святом источнике Трифоново монастыря, как говорят, что вода сохраняет свои свойства и качество воды сохраняется святой от года до трех. Но вот здесь два года и зацвела, цвести начала вода где-то еще там, ну, спустя несколько месяцев сразу. Красивый цвет. Цветет последние года полтора. Мне кажется, скоро там уже заведутся какие-нибудь животные. Ты сейчас ее продолжаешь пить? Нет, я продолжаю поить ею цветы. Я думаю, что цветам гораздо полезнее эта вода. Ну, самое интересное, говорят, что даже я встретила в нашем интернете, который, как известно, все знает, проводились опыты, сейчас скажу, сотрудниками Московского института информационно-волновых технологий, МИИФТ, сокращенно. И они пришли к выводам, которые, вот как мне кажется, ученые так не могут изъясняться, но, тем не менее, я зачитаю. Святая вода на самом деле чудо, природа которого совершенно непонятна и которую предстоит еще долго изучать. Она передает человеческому организму здоровое электромагнитное излучение, как бы исправляя больные частоты нездоровых органов. И таким образом их излечает, точнее, исцеляет. Как вам формулировка? Ну, на самом деле, мне тоже, опять же, кажется, что здесь еще идет речь о какой-то метафизической составляющей. Мы же все знаем прекрасно, что такое гомеопатия. То есть это вот, когда делишь дробиш и какой-то заряд там. Я не могу это объяснить простым человеческим языком, но очень многие ученые склоняются к тому, что именно вода – переносчик информации какой-то, как позитивной, так и негативной. Но это пока не доказано для теории. Это не доказано, так же, как сон не изучен, там многие процессы человеческие не изучены, и вообще на земле происходящих. То есть получается, окунаться все равно полезно? Если веришь. Если веришь. То есть без веры ничего не поможет. Ринвусин, там вот от вас интересно узнать, как вы верите в чудодейственное свойство святой воды? Уже не как врача, наверное, интересно мнение ваше личное, если вы его хотите. Ну, я думаю, опять же, вот речь шла об установках. То есть если по-научному, да, если с точки зрения психологии человека, у каждого из нас могут быть установки на хороший сход событий, да, на неблагополучный сход событий и так далее. То есть если что-то и меняется в лучшую сторону, вот в тех ситуациях, о которых вы рассказываете, наверное, всему тому причиной как раз вот какая-то установка. Которую человек себе дает. И, возможно, уже ресурсы его организма уже были направлены на исцеление как вариант. То есть, а тут, ну, вот так ситуация сложилась, что это все совпало. То есть даже как человек я понимаю, что все, что наукой сегодня не подтверждено, то мы чудом-то и называем. Но просто на данный момент, да, мы не находим объяснения. Но это вполне возможно. Очень много видела сейчас, когда готовилась к программе, как раз-таки отзывов. Говорили, что святая вода буквально во всем помогает в жизни. Там было заявление, что одна женщина писала, что не могла долгое время забеременеть. Пила воду, воду пила, пила и забеременела. Не знаю, стоит ли верить, но тут интересный тоже факт. Традиция освящения крещенской воды существует почти во всех крестьянских сообществах. И вот, например, в Римкатолической церкви воду не освящают, а благословляют. А в Эфиопской церкви Великая водоосвящение совершается вечером перед закатом. Верующие пляшут, погружение в воду креста сопровождается стрельбой, а на закате все сходят в воду и купаются, слушая молитвы священника. Как думаете, у нас бы встретили бы легко вот такие нововведения, как стрельба? Еще бы больше людей хотели бы посетить такие торжественные. Особенно, если бы стрельба была фейерверком каким-нибудь. Сегодня, кстати, Роспотребнадзор проверил качество воды в источниках, на территории Трифоново монастыря и в водоемах, и также где будут проходить торжественные службы. Что обнаружили специалисты, об этом предлагаю обсудить после небольшой паузы. Продолжим во второй части нашей программы. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте. Вы смотрите Журсовет, и мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях Марина Копусова, специалист Центра медицинской профилактики. Несмотря на качество святой воды, каждый год в крещении многие жители России, кировчане в том числе, желают окунуться в купель. Сегодня мы получили комментарий Роспотребнадзора. Они сделали заключение, я так могу сказать, не очень положительное о качестве воды. Давайте послушаем, что говорят специалисты. Качество воды из родника у нас не соответствует установленным нормативам. По микробиологическим показателям обнаружена кишечная палочка. Управление не рекомендует все-таки использовать в питьевом целях воду из родника. В пруду, который находится на территории Дендропарка на Авиатском районе. Проба у нас вышла неудовлетворительная. По микробиологическим показателям также обнаружена кишечная палочка. И добавочно обнаружены жизнеспособные яйца токсокар. Вот такой итог специалистов Роспотребнадзора. Сейчас мы подготовили небольшой видеофрагмент, фотофрагмент этих паразитов, о которых шла речь. Для тех, кто не готов видеть эти кадры, предлагаем не смотреть. Действительно не очень приятное зрелище. А я могу озвучить, собственно, что происходит с этими токсокарами. Как видно, это черви, гельминты, которые обычно живут либо в собаках, либо в кошках. Но могут попасть их яйца на человека, и они будут жить уже в человеке. Человек-переносчиком не является, но могу процитировать, что, собственно, происходит, когда вот это яйцо попадает в человека. Попав в легочную артерию, личинки токсокар продолжают миграцию, переходят из капилляров в легочную вену, достигают левой половины сердца, затем разносятся кровью по разным органам и тканям. Мигрируя они, достигают места, где диаметр сосуда не пропускает их, и здесь личинки токсокар покидают кровяное русло, оседая в печени, легких, сердце, почках, поджелудочной железе, головном мозге, глазах и других органах и тканях. Сохраняют жизнеспособность в течение длительного времени, отмечается, даже могут выживать до 10 лет. То есть вот такая вода сейчас обнаружена в дендропарке? Ну, поэтому не зря. Собственно, специалисты советуют все-таки умываться и стараться не глотать воду, то есть сжимать нос по возможности, не набирать ее как-то там, не облизывать губы, наверное. А как бы с кишечной палочкой? Вот в источнике, где все как раз чаще всего набирают воду на территории Трифонового монастыря, а там кишечная палочка. Какая-то тоже есть для нас власти и здоровья. Которая, да, дизентерия, насколько мне известно, может развиться. Сегодня, опять же, предупреждали специалисты Роспотребнадзора. Собственно, могут быть довольно неприятные последствия, если эту воду... Ну, не знаю, вот, кстати, кипячение, наверное, помогает, да? Да, однозначно. То есть лучше прокипятить, какой бы она святой ни была, наверное, святость свою оставит. Да, а что медики вот рекомендуют в таком случае? Ну, если у нас есть достоверная информация о том, что неблагополучно, естественно, что мы не должны употреблять в питьевых целях. То есть тут медики, они однозначно вынесут свой вердикт. Хочется отметить, что вот не на всей территории Кировской области такая ситуация. Например, вот в Слободском, Кирово-Чепецком, Советском, Юрианском районах вода, в принципе, в порядке. Но хочется еще, как-то месяца два-три назад снимала тоже комментарии со специалистами Роспотребнадзора. Они рассказывали тоже, ну, там никто не застрахован от того, что в воде может быть какие-то паразиты. И просто они говорят, ну, не нужно пить эту воду, и все будет хорошо. То есть купаться можно? Не рекомендуют? То есть конкретных рекомендаций не бывает? Когда уже есть, да, вот такие пробы взяты, и действительно найдены факты, никто не будет рекомендовать купаться в такой воде. Но, тем не менее, никто не застрахован. Вот это дословная цитата. Поэтому, если вы купаетесь, все равно, там, потом придите домой, примите душ, там, либо в баню сходите. Главное, чтобы не ходить вот несколько дней после этого купания, потому что могут быть тоже последствия. Вы можете чем-то заразиться, это вот факт. Ну, я думаю, с мочалкой туда никто не придет все-таки мыться. Люди все равно будут приходить домой. Нам сегодня не удалось получить комментарий Вятской епархии. Вот интересно было бы узнать их мнение по этому поводу. Ведь такая некая, некий призыв. Будут ли предупреждать прихожан, да. И еще нам так и не удалось узнать. У нас, как мы уже говорили в начале, две иордани официальные, да, где будут дежурить, мы знаем, медики, будут дежурить спасатели. Но если одна купель у нас была обследована, не купель, а вот родник, собственно, из которого идет вода, то вторая купель у нас нет таких данных, проводились ли там какие-то исследования. Потому что это частные пруды в Оснецовске, где мы не знаем, брал там или нет. У нас нет таких свежих. К сожалению, не удалось получить комментарий от епархии. Поэтому тоже на всякий случай стоит всем быть осторожным. Хочется у вас еще узнать, вы сами все-таки рекомендуете кировщанам воздержаться, да? Которые даже, вот только тем, которые абсолютно здоровые, они могут искупаться. А вы сами как пробовали, заходили в воду холодную? Нет, я не окуналась никогда. И повторю, что, наверное, это не самое главное для верующего человека, да? Даже если из нас здесь есть верующие люди, то далеко не всегда нужно вот именно совершать этот обряд. То есть это, скорее всего, какая-то уже такая народная традиция, нежели обязательное какое-то, может быть, дело верующего человека. А вот мне хочется отойти немножечко вообще от вопроса крещения, которого мы обсуждаем, и остановиться на вопросе закаливания. Насколько оно полезно для людей? Потому что многие считают, что закаливание помогает победить многие болезни, в том числе всякие вирусные, когда человек, в принципе, перепады температур достаточно хорошо воспринимает. С какого возраста лучше начинать вот этот процесс? Ну, вы знаете, это индивидуально. То есть если мы говорим, что с детского возраста, но, опять же, огульно не могу об этом сказать, то есть нужна консультация педиатра, нужно оценивать состояние ребенка, есть ли заболевания какие-то, нет, может быть, у него будут противопоказания, да, против закаливающих процедур. То есть если дает добро лечащий врач, то мы говорим о том, что можно с самого детского возраста начинать закаливание. Единственное, что от года до трех, вот этот период, когда, конечно, терморегуляционные процессы, они очень несовершенны. Не ледяной водой, да? Конечно, нет. И тоже постепенно, наверное. Конечно, то есть даже если мы детей тоже приобщаем к этому, то это очень-очень постепенно. То есть может быть начинать просто с того, что пройтись босыми ногами по полу, да, с утра или перед сном, но, опять же, потом сразу одеть уже носки, то есть не допускать переохлаждения. Где-то проветривать помещение, да, при этом закрыть, и вот ребенок находится в таком проветренном помещении, опять же, недолго, постепенно, каждый день, по чуть-чуть. То есть вот такое дозированное, оно, естественно, ну вот тоже индивидуально, то есть какая температура, как мы проветрили, да, нужно смотреть по состоянию уже, да, то есть, опять же, как семья, то есть это культура в семье, закаливание, да, все ли мы тогда уже эту культуру соблюдаем, или мы только ребенка приобщаем. Тут много вопросов. Конечно, если вся семья в этом участвует, то даже прогулки на свежем воздухе, они тоже этой процедурой будут соответствовать, скажем так, идти в ногу с закаливающими процедурами. Закаливание действительно помогает оборудоваться болезнью? Конечно. Или это миф? Конечно, помогает. То есть мы понимаем, если мы соблюдаем два принципа регулярность и постепенность, то есть главный принцип не навреди, естественно, да, если мы говорим о пользе для здоровья. Постепенно идет как раз некоторая тренировка регуляционных механизмов, адаптационных механизмов, идет укрепление иммунитета, подготовки к встрече, как вы сказали, да, с какими-то агентами инфекционными и так далее. И человек, который регулярно занимается закаливанием, он, конечно, как правило, реже болеет, находится в тонусе, да, в хорошем настроении. А почему? Это постоянный иммунитет, потому что в стрессе пребывает или что? Почему? Ну, постепенно наш организм, он адаптируется ко всему. То есть если это постепенно происходило, происходила перестройка организма, соответственно, мы приспособились. То есть как минимум не простынем? Да, конечно. Какая вода для употребления полезна и подходит ребенку? То есть в любом случае мы понимаем, что это не водопроводная. Сейчас вот многие покупают бутилированную воду. Какие-то есть рекомендации? А фильтры, если, например, пропускать воду через фильтры, опять же, насколько... Святую воду через фильтр? Если не святую воду, даже просто, вот если мы говорим о воде. Фильтры тоже есть разные, то есть там есть степень очистки, насколько мне известно, есть степень очистки, которая вот именно делает воду такой, которая готова для употребления в детском возрасте. Она при этом не теряет своих полезных свойств? Нет, она не становится дистиллированной, но лучший вариант, это все-таки кипяченая вода. Покупная вода, опять же, если мы доверяем производителю тому, что написано на этикетке, то вроде как бы да. Но вы за кадром говорили, что были лабораторные исследования, воды проходили, и не все вот именно качество воды подтверждают? Да, к сожалению, далеко не всегда они бывают благополучными, поэтому... Даже покупная вода? Да, то есть важна чистота тары, то есть не только с качества воды, но и тара, в которую мы наливаем воду. То есть тут есть аспекты ведь разные, поэтому... То есть перед тем, как идти к источнику, нужно еще убедиться, что бутылочка чистая. Я убеждалась. А в церкви, между прочим, тоже рекомендуют, говорят, это даже не уважение, если ты возьмешь какую-то грязную тару, принесешь и будешь наливать туда святую воду. Они рекомендуют обязательно, если вот уже пользовалась бутылка, то ее промыть вот как только возможно. Кипяченой водой, да. Да, это было проделано, вся процедура. Ну тогда не знаю, что там с ней причина. А еще вспомнился такой случай, где-то там тоже не так давно общалась девушка, и она морж. Ну то есть морж, который занимается купанием, закаливанием. И она рассказывала, что где-то вот в течение года, когда она занималась всей процедурой, она вот очень резко начала заниматься. То есть там буквально осенью ее в первый раз привели, и уже там зимой она стала чуть ли не там 3-4 раза в неделю ходить купаться в проруби. Вот скажите, как считаете, это нормально, для здоровья не вредно? Вот такой быстрый переход. Ну вот мы же озвучивали принцип постепенности, вроде бы не соблюден. То есть у девушки были последствия какие-то от этого? Она чувствует себя прекрасно, дальше занимается в архивании. Это такой индивидуальный, это благополучный результат, пример такого. То есть мы не говорим, что нужно так делать. Лучше не рисковать. Да, мы говорим о том, что замечательно, что так все закончилось. То есть ее организм среагировал адекватно, и ничего не возникло. Но опять же это не правило для большинства из нас. А можно вот узнать с точки зрения врачебной, если человек неподготовленный, нырнул в прорубь, и что-то пошло не так, как ему может, например, помыть человек на берегу? Есть какие-то внешние признаки, как ногу сводит, или сердце остановилось? В данном случае, наверное, велик риск переохлаждения. Соответственно, мы можем у человека наблюдать бледно-кожные покровы. Первая степень переохлаждения. Это тремор, то есть дрожь, которая у человека возникает. Допустим, трясется подбородок, он не может выговорить слова. То есть вот когда первая степень переохлаждения. Это сколько в воде нужно находиться, чтобы это может сразу? Это может быть у всех по-разному, естественно. То есть если человек был неподготовлен, это может произойти. Как нужно помочь? Нужно этого человека отвести в тепло, естественно, вытереть насухо. Он может это самостоятельно сделать, он в сознании находится. А дальше уже степени переохлаждения развиваются. То есть наступает замедление сознания, наступает апатия, сонливость. То есть тогда, конечно, люди, которые находятся рядом, они должны взять на себя ответственность и помочь. Потому что он может неадекватно как-то оценивать обстановку. Ну, видимо, поэтому держат медики и сотрудники МЧС. А там, где нет медиков, тогда к врачам обязательно везти, да? Ну, рядом есть и другие люди. То есть окунаться в единственном числе ни в коем случае нельзя. То есть рядом должны быть другие люди обязательно. Нет, если есть другие люди, эти другие люди что должны сделать? Отвезти к медикам пострадавшим обязательно? Ну, вы сказали, если нет медиков. Нет, если нет медиков, но есть другие люди, то есть нужно тогда что, обязательно обратиться к врачам? Или можно просто дома переждать этот момент, отогреться? Нужно наблюдать. Состояние нужно наблюдать, уйти в тепло, вытереться насухо, одеть одежду. Нужно укутаться как грелка в несколько одеял. То есть создать вокруг себя такую грелку. Пледы, одеяло подойдут для этой цели. Выпить обязательно теплое питье, это может быть сладкий, горячий чай. И наблюдать за своим состоянием. Если мы говорим о переохлаждении, тогда температура тела уменьшается у человека. То есть наша нормальная температура тела, она становится ниже. То есть мы говорим о том, что вот этот баланс между теплопродукцией и теплоотдачей, он нарушился. Ну и, соответственно, если озноб продолжает нарастать, если состояние не улучшается, человек не может согреться, тогда, конечно, нужно обратиться за медицинской помощью. Но может все и пройти, будет получиться. Мы узнаем завтра, как кировчане пережили это крещение. Эту ночь. Эту ночь. У нас, к сожалению, время подходит к концу. Благодарю всех за участие. Сегодня вместе со мной были мои коллеги. Это Ирина Сырцева, Анастасия Шерстнева. В гостях у нас была Марина Копысова, специалист Центра медицинской профилактики. Спасибо вам за участие. Напоминаю, вы смотрели программу «Журсовет». Здесь журналисты задают вопросы, которые действительно интересны. Теперь мы выходим в эфир каждый понедельник, вторник и среду в 7 часов вечера. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Ксения Африк. Берегите себя. Пока. Субтитры подогнал «Симон»